друзья с вами эти кухня у нас тут совершенно внезапно началась осень еще на прошлой неделе было 26 градусов а сейчас у нас 6 градусов помогает марис привет народ и у нас на обзоре вот эта великолепная машина доджером ну на самом деле уже просто рам потому что ну вот название модели она перешла уже в название бренда эта машина позиционируется отдельно вы уже здесь доджи нигде не прочитаете просто рам 2019 года модель абсолютно эксклюзив никто на русском языке эту машину еще не обозревал если в целом посмотреть обзор если вы будете еще интересоваться сразу вам говорю что в основном обзоры американские именно они эти машины покупают именно они на таких машинах ездят что бросается в глаза сразу гигантский размер посмотрите у меня рост метр восемьдесят как я выгляжу рядом с этой машиной нормальненько машина просто подавляет своими размерами своими габаритами она огроменная колеса сюда устанавливается просто чтобы вы понимали вот так выглядит колесо и колесо сюда ставит колеса от 20 до 22 дюймов серийно да конечно можете поставить и больше колеса еще что что какие основные вообще отличия от предыдущей машины что привлекает в этой машине наши взгляды новая совершенно решетка притом она сейчас умная решетка данными для создавания лучшей динамики она умеет там закрываться внутри но по сути огромная хромированная решетка просто более современного дизайна фары у нас разные здесь бывают это средние пары бывают галогеновые или от пары двух вариантов вот это средние могут быть они еще крупнее еще интереснее еще более дорогие хотя в основном я именно такие виду буклетах и на машинах также что что удивляет вообще сразу удивляет то что американцам можно ставить стальные бампера на машин это все легально да у нас тоже силами вообще попадет в такую тачку там должна быть специальная система из резиновых прокладок чтобы амортизировать удар окей короче это настоящая сталь хромированная да вот эти все крюки они тоже все настоящие то есть в отличие от какого-нибудь хаммера например да там h2 где много было бутафории красоты всякой брутальности на пластмасках здесь нихрена такого нету здесь все абсолютно настоящее посмотрите у нас здесь самая большая версия не самая дорогая на самая большая как вообще эти машины мерятся у них есть разные варианты кабины размеров именно кабины это так называют crew cabin где сзади полноценно могут сидеть люди мы посмотрим заберемся с марисом там реально много места и также различается длина кузова различать длина кузова что вы примерно могли притяниться эта машина выглядит эпически у нее двигатель в 85 и 7 но такие машины и в америке как правило свой 8 эксплуатируются понятно что она прожорливая и ясное дело что в европу к нам привозят дорогие модификации этих машин потому что но состоятельные только люди будут ездить на такой тачке несостоятельные люди будут ездить на чем-то попроще потому что бензин просто дорогой да но вы должны понимать что в америке эта машина совсем не обязательно дорогая на предыдущее поколение публикации начинались с двадцати семи тысяч долларов вообще а морис надо брать но конечно там будет короткая кабина короткий кузов пластик везде ну короче при том что не будет никогда для честности можно сказать что машину можно пост пересадить на газ и у вас будет выходить топливо примерно как у дизельного грузовичка до появился вариант снег с пневмоподвеской в этом поколении у нас нет небо у нас полностью независимая подвеска должна быть очень комфортно мы сейчас протестируем пойдемте посмотрим детали посмотрите насколько здесь все грамотно сделано да здесь у нас закрыта пластиком чтобы щебень там камни отскакивали ничем не портили подножка эта подножка не убирающаяся бывает убирающаяся подножка кузов у нас до прикрыть здесь понятно что для наших условий лучше его иметь в таком варианте потому что ну вот вы видите да дождь туда-сюда все затекает в америке очень много таких машин есть с открытым кузовом то что все время они используются что-то возят откроем между прочим есть комплектации где вот этот багажник открывается кнопочкой просто представляете себе да ну и внутри у нас такая вот грубая отделка это такой грубый пластик или покраска даже наверное даже покраска но понятно вы тут ничего не можете поцарапать очень удобно внутри конечно же бывают разные секции в ну например можно разделить этот багажник на какие-то отделы если вы не возите крупные грузы вы туда можете все положить также надо иметь ввиду что эти машины эксплуатируют как для перевозки грузов так и для того чтобы тянуть прицепы я вот был во флориде очень много прицепы тянут но те что полегче тянут на крюке и очень много используют машину чтобы тянуть ставится крюк посередине багажника и получается такое же знаете как полуприцеп вот это наиболее распространено лошадей так возят как бы какие-то конструкции для дома для строительства но вот так вот ребят у нас здесь начался дождь довольно сильно уже давайте мы так чуть-чуть просто обойдем машину посмотрим и но заберемся вовнутрь потому что ну реально уже мокро неудобно что додж акцентирует двойной на здесь выхлоп классный вид но типа это премиум и круто как бы должно быть вот так и выглядит но фирменный доджевский цвет такой вишневый они это любят действительно выглядит хорошо особенно с хромом хорошо смотрится огромные посмотрите зеркала гигантские да мы посмотрим изнутри ну и до 1500 хими 5 7 ну вот такие дела эпично машина выглядит конечно вот все вместе играет и хром и размер да марис и вообще форм-фактор машина подавляет да то есть если это не ваша машина и вы стоите с ней рядом да вы чувствуете каким-то недочеловеком просто лилипутом а борис реально на нее смотришь и все время улыбку вызывает крутая да пойдемте вовнутрь а подождите вовнутрь мы покажем подкапотное пространство по-быстрому еще а давайте кстати вы обратили внимание бесключевой доступ чтобы закрыть мы нажимаем на эту кнопочку а чтобы открыть здесь есть сенсор я просто дергаю ручку и ключ у меня лежит в кармане причем ключ смотрите как выглядит ключ довольно модно прикольно видите открывает можно багажник а было бы до заводить можно машину кстати с ключа а было бы у нас пневма тут еще можно было нажать и он бы опускался еще чтобы вам было удобнее садиться у нас нет а где только в сервисе я ну марис где а вот-вот-вот-вот-вот-вот все быстренько заглянем посмотрим на химе 5 и 7 ребята здесь бывает и в 6 двигателя бывает и химе побольше 6 кажется 364 но основное количество машин поддается именно схеме 5 и 7 в 8 то что надо отлично двигаться прекрасно тянет замечательно продувается замечательно тенингуется и посмотрите в этой огромной машине этот огромных размеров в 8 как скромно смотрится да ну серьезно сюда влезет еще пара собак и несколько котов если захотят шикарно очень все приятно выглядит нигде ничего не болтается все просто так очень выглядит все по по-американски так просто дальше можно было прям знаете с коня слез ты сказать что-то покрутил и поехал дальше вот смотрите кстати человек роста метр восемьдесят закрывает капот пойдемте садиться вовнутрь до заберемся я думаю сначала назад посмотрите казалось бы да забирайся тоже марис казалось бы что там уже мокро что относительно пропорции машины кабина выглядит ну небольшая до примерно не знаю половину машины она занимает но при этом посмотрите насколько здесь много места для задних пассажиров да то есть сказать о том что здесь реально как-то тесно это было я нигде столько места в салоне не видел машина внутри огромная салон огромный редкий случай когда пассажир который сидит посередине может свободно как и ущерба не чувствую здесь абсолютно плоский пол сюда реально помещается 5 американцев да кстати есть насколько я знаю наверное 2019 года еще нет такой машины вообще есть и шестиместные варианты когда здесь тоже сиденье стоит перед середине да вот но это уже очень нравится момент что есть панорамная крыша создает вот такой реальный вариант что вы сидите как будто в аквариуме я вам сейчас расскажу вот мы часто с марисом восхищаемся ну роскошью да и вообще как это вся машина смотрится воспринимается я смотрел американские обзоры вот просто поймите немножко историю как эти машины у них воспринимаются да чуваки смотрят и расскажут вау здесь кожа здесь дерево чуваки представьте в пикапе в пикапе еще 15 лет назад нельзя было представить себе никакой кожи то есть понимаете у них этот класс машин он как бы отдельно рабочие это рабочие машины такие полу грузовые траки так называемые да и вот эта цифра до который дитрам 1500 на самом деле это изначально вот так вот исторически сложилось это грузоподъемность фунтах да и вообще-то ну так грубо говоря 500 килограмм но на половину 500 2 500 это 750 и 3 500 это тонна была изначально это я напомню 81 год еще было до первых даже нам вышел конечно с каждой моделью фактическая цифра менялась да конечно сейчас грузоподъемности у него уже гораздо выше да но надо понимать что у него мало то что я честно говоря не знаю как не грузоподъемность не буду вам врать настоящая но я знаю что тянуть он может 4 тонны а тут вот сказали что 900 килограмм 900 килограмм честных 900 килограмм честных 900 килограмм хотя я думаю что если вы его несколько перегрузите тоже с ним ничего не случится но надо понимать что все-таки это люксовая машина и ну тут пружины везде да тут нет уже никаких не рессор не торсионов да то есть перегруза на все-таки надо поаккуратнее но просто вы понимаете как американцы воспринимают эти машины это рабочие такие машины которые со временем превратились в некоторый такой фетиш как бы да и вот так сказать вершину этого фетиша мы сейчас и наблюдаем да значит кожаные сиденья вставки из дерева панорамную крышу в пикапе никогда в жизни нафиг она никому не сдалась панорамная крыша в пикапе сочи вы это везешь там навоз какой-то да значит у тебя тут панорамная крыша да но понятное дело что и экран на пол панели да и край мы сейчас посмотрим отдельно понятное дело что просто представьте себе историю этих машин как они появлялись да да я почему я говорю этих машин я вообще рассказываю вам про целый класс машин про вот эти траки да что мы знаем есть додж рам есть шевроле сервелада есть джемси сиерра и есть еще ford 1500 да соответственно вот эти машины на американском рынке доминируют как пикапы если вы все эти в южные штаты особенно да то вы вот эти все машины там встретите додж действительно ну окей сейчас это просто рам да действительно из них самый люксовый такой да это вот при премиум это как бы такой мерседес среди пикапов вот они очень любят мерседесы учебы повторять словно всегда среди пикапов вот мы его и наблюдаем это средняя комплектация у нас еще кстати это не самая дорогая есть еще дальше longhorn и есть еще limited limited там вообще полный фарш вот но вот так вот ребята да то есть мы сейчас наблюдаем как рабочая машина превратилась вот в такую лакшери тачку у этой машины по-прежнему еще конечно она рамная без вопросов такие машины все рамные у нее еще стальная рама насколько я знаю у ford их например уже алюминиевая рама там даже была сумасшедшая эта презентация то что никто из американцев не верил что алюминиевая рама может как-то тут наш грузовых целях служить да за тот она тоже не чисто стальная она композитная там есть и алюминий и машина была существенно облегчена использована действительно много алюминиевых составляющих но сама рама по-прежнему стальная я думаю что это наверное хорошо это такая классическая ольтскульная штука вот здесь тоже применено много технологий конечно мы тут так над американцами часто посмеемся технологии ха ха да у них там обычно эти все машины несколько более грубые до чем у немцев да но здесь действительно этой грубости уже практически не осталось остался свой такой стиль и вы поймите здесь все технологии которые применяются да они немножко просто по-другому применены да они все нацелены на комфорт вот на то чтобы мягко было да на то чтобы мягко машина ехала переключалась вот на вот эти вот вещи чтобы по бездорожье на чувствовалось хорошо да никто здесь не пытается экстремально улучшать расход топлива там например да или еще что-нибудь такое да машины большая тяжелая мощная вот она должна быть удобная вот это главное реально куда-то далеко ехать как по дороге так по бездорожью понятно что чтобы в принципе такие машины появились но должно было несколько условий быть соблюдено да во первых у вас должно большое количество людей жить за пределами города да к тому же у этих людей должно быть все неплохо да это должны быть зажиточные люди соответственно в америке если вы вдруг не знали до большинство населения живет живет или маленьких городках или за пределами города да то что нам показывают тут нью-йорк там сам франциск это исключение это в общем-то исключение да основная америка она вот такая полусельская и действительно эти машины там доминируют да в городе в крупном городе даже в америке на этой машине будет не удобно и действительно если вы такую машину видите в крупном городе то скорее всего кто-то приехал просто семью привез или что-то такое. По городу никто не ездит на этих машинах. Можно еще про подвеску добавить, что тут не просто простые амортизаторы на масле. Они с отдельными резервуарами, чтобы из-за того, что машина тяжелая, что они много двигаются, большой ход, они специальными резервуарами, чтобы масло не перегревалось и из-за этого плавность хода еще лучше становится. То есть есть специальные еще емкости, которые подключены к амортизаторам, масло циркулирует не только в самом амортизаторе, еще и в этих емкостях. Это в первую очередь сделано, безусловно, для того, чтобы, если у вас идет большая нагрузка на подвеску, вы с грузом едете и, ну, неровная, допустим, дорога, чтобы у вас не перегревалось масло, как бы, да, соответственно, не выходили из строя амортизаторы. Кстати, это вот очень интересная машина в том плане, что она очень тяжелая и она всегда была очень тяжелая и рассчитана на то, чтобы возить что-то очень тяжелое. И здесь подвеска именно построена и настроена так, чтобы это было нормально, да, вот это вы ездите с нагруженной машиной, по плохим дорогам. Потому что мы, ну, вот, серьезно, там на кроссоверах там ездим, да, на легковых машинах. И видно, что они вот... Мы привыкли к тому, что вот эти вот нагрузки, да, если вы нагрузите машину там лишним весом, да, много людей посадите, машине тяжело и прямо плохо, да. Здесь это нормальная эксплуатация, она рассчитана на то, что вы будете в эту машину нагружать груз. Еще улучшили, чтобы было меньше вибраций в салоне, крепление мотора оснащены электромагнитами, которые глушат вибрации, если мотор переключается с 8 на 4 цилиндра. А, вот здесь, кстати, да, интересно, я вот начинал говорить про эти технологии, которые нацелены на комфорт. Так вот, собственно, основные какие здесь? Здесь действительно есть на самой раме магниты специальные, которые гасят вибрации, да. Также здесь может быть, вот у нас на этой машине конкретно нет, но может быть установлена система e-torque. Это электромотор дополнительный, да, но обратите внимание, как вот американцы, да, им не надо экономить бензин. Смотрите, как он работает. Он не повышает суммарную мощность, да, он помогает при низких оборотах, при переключениях передач и при трогании с грузом дополнительным, да, и нацелен именно на то, что он добавляет вам плавности в эти все процессы, да, то есть именно плавности. Также здесь вот нам рассказали, кстати, это информация эксклюзивная, я нигде и ни в каких обзорах этого не слышал, но у нас такое все здесь половина эксклюзива, да, на русском языке об этой машине никто не говорил еще. Здесь есть тоже активное шумоподавление из динамиков. Вот это интересно, это мы попробуем. Вы не слышите, как бы, да, но на специальной частоте есть звук, который блокирует, да, шумы. Ну что, пойдем вперед. Так, ребят, ну вот мы с Марисом забрались, собственно, я на водительское место, Марис на пассажирское. Ну, огромная машина, конечно, очень много места, и представьте себе, между прочим, кстати, Дожи утверждает, что вот этот подлокотник у них самый большой в классе. Охотно верю, потому что он реально на чемодан похож. Ну, вы понимаете, то есть, в принципе, если вы его откроете, да. Потенциально мог бы сидеть человек. Ну, маленького ребенка точно можно сидеть. Обратите внимание на эту крышку. Здесь какие-то тангенсы, катангенсы, углы какие-то, еще что-то. Ну, для строителей, наверное, если они потеряли свои какие-то инструменты, можно какие-то таблицы посмотреть. Да, кстати, это как переводятся американские болты на метрические. Посмотри на эту штуку. Мне кажется, здесь, да, можно... Плюс вот это еще ездит туда-сюда. Обрати внимание, кстати, на тоже деталька есть такая маленькая. Видишь вот эти машинки? Знаешь, что это такое? Ну. Это все предыдущие четыре поколения Dodge Ram. О! Вот такая историческая... Это, я думаю, они от джипа взяли, эти приколы, что... Ну, типа, да, мило это должно быть. Вот. Действительно, машина огромная и действительно она воспринимается премиально. Но, я опять же говорю, да, у нас средняя комплектация, но в дорогих, самых дорогих комплектациях здесь могут даже вот эти ручки быть обшиты кожей. Хотя, несмотря на все это, у нас вот, например, торпеда обшита кожей, да? У нас здесь дерево, у нас здесь... Ну, у меня вопросов к материалам нет. И комплектации к самой тоже вопросов нет. Конечно, это все выглядит по-американски. А, Марис? Даже очень. Даже очень. Вот. Кстати, наша комплектация, как называется у нас? Ларами. Ларами. И при том, если кто-то скажет, что вон, он же пикап, он должен был проходимым, быть и такой, а тут навешали, тут всякого. Есть версии специально, которые предназначены для езды вот реально по оффроуду. Да. У нее убрали все эти фишки, которые идут с аэродинамикой и понижают машину. И она вот реально повышена. Там можно поставить честную блокировку. Тут электронная блокировка в этой версии, да? Но все равно 4 на 4, да? Да. Но вот в этой оффроудовской версии у вас получается вот чисто такая машина, чтобы ездить, где очень плохие или вообще нет дорог. Я вообще сделаю, наверное, такое уточнение. Эту машину не следует воспринимать как джип. Ее не следует воспринимать как внедорожник. Это пикап. И у пикапа другое назначение. Это грузовая машина. Здесь не все версии, даже полноприводные. То есть полный привод, чтобы у вас был. Это доплата. Стоит денег. Обычно здесь привод заднеприводный, да? И поэтому, ну, если эту машину пытаться использовать именно как внедорожник, это не очень хорошая идея. Она тяжеловата, да? У нее подвеска не слишком большие. У нее такие ходы. Ну, во-первых, она тяжелая и длинная, что очень мешает при реальной езде по внедорожным. То есть эта машина рассчитана на то, что вы, ну, понятно, по дороге можете ехать и можете ехать по такой сельской дороге, да? Она рассчитана на сельские дороги, да? Вот какие-то каменистые там или может быть какая-то грязь, но не болото, как бы, да? Если вы в болото загоните, ну, просто утонет и все, как бы, да? Никакой у вас фана не получится. Марис, давай сделаем тест бардачка. Сделаем. Кстати, интересно. Давай. Ну, есть. Все как надо. Это не единственный бардачок. Давай еще этот. И вот такое, да? Два здесь бардачка. Ну, понятно, что размер консоли позволяет. И вот в этот бардачок... Ну, для документов... Один английский обзорщик говорил, что... Ну, это у них главбокс, перчаточный ящик. И говорит, что... Если у вас так много перчаток, что они не влезают в один бардачок, то на этот случай у вас два бардачка. Вот. Ну, мы понимаем, зачем это нужно, да? Здесь, может быть, действительно, какие-то именно вещи, там, я не знаю, ключи, там, монтировка. Да, сверху у вас, ну, документы какие-то, да? Какие-то накладные. Вот. Ну, да. Если говорить дальше про технологии, про фишки, здесь есть беспроводная зарядка. Да. Причем телефон ставится здесь вот так вот вертикально. И проводочек снизится. То есть вы реально можете... Да, очень. Три, я даже думаю, может, четыре телефона можно поставить. Ну, как ты видишь, здесь две дырочки, на два телефона эта штука рассчитана. Ну, да. Как бы. Вот. Но, в целом, действительно, и более того, эта вся система поддерживает и Apple, автомобильную систему, и Google, и, действительно, экран-то делится наполам. Но мы про экран еще поговорим, да? Если говорить про сам интерьер, ну... Американский. Очень американский, да. И это хорошо, да, потому что вы явно эту машину будете... Ну, короче, человек, который не любит американские машины, эту тачку не купит никогда в жизни. Он вообще к ней не подойдет, как бы, да? А тот, кто любит американские машины, вся эта эстетика будет работать абсолютно на вас, да? Он прям вот такой, tough guy truck такой, да? Вот. И, действительно, можно тут придираться к тому, что приборы перегружены, да? Ну, посмотри, Марис, давай снимем приборочку, я даже заведу. Смотрите, да, посередине здоровенный экран, и, ну, много тут каких-то рисочек, каких-то циферок, да, тут какие-то стрелочки, хотя реально-то, на самом деле, что у нас тут? Обороты, температура, скорость и уровень топлива, да? Но при этом у вас такое ощущение, что это просто масса всего, да? Вот. Но вот такой вот стиль, да, вот такой вот стиль, и посередине экранчик, очень классно он сделан, смотрите, какая хитрость, да? На самом деле, экранчик внутри, он вот такой вот квадратный, большой, и разделен вот этими, такими штучками, да? И кажется, что у вас, ну, сложная такая, да, конструкция? И это приятно и прикольно. Очень круто, да. И сама графика очень подходит к общему стилю, да? Да. Очень здорово все это выполнено. Ну, вот теперь давайте к этому экрану. Посмотрите, каких он размеров. Ну, сами представители РАМА утверждают, что он, что, ну, так сказать, на рынке больше только у Теслы. Ну, наверное, наверное. Ну, у Вольвы еще большие были экраны, да? Да. Ну, вот. Но здесь вот так вот. Ну, и посмотрите, как здесь интересно все это выполнено? Во-первых, у вас есть здоровенный экран, на котором вы можете все тут контролировать, да? И в том числе и по сиденьям тоже, да? Подогрева, все остальное. Температура, да? Вот вы тоже можете тут нажать. Где-то оно тут было, да? Температура. Все вы можете контролировать через тачскрин. И это модно, это прикольно. Но при этом у вас оставлены тоже и кнопки, да? То есть можно температуру, видишь, кнопками Марис выставляет, да? Подогревы. Все это делает. Это, например, мне очень нравится, потому что я большой любитель кнопок, например, для температуры, всяких вещей. Я бы, единственное, опять бы придрался к этому глянцевому пластику, но это мое. Да. Некоторым нравится. Ну, тут, любители. Смотрите, как здесь тоже есть какие-то вещи, которых нет в обычных машинах, да? Вот смотрите, что здесь есть, да? Ну, собственно, система там вот этих всех ЕСП и так далее. Это крюк. Да. Может высовываться. Смотри, как прикольно. Отдельно, ну, как, вот у меня, например, даже в Каене, да? Шикарная КЗП-тачка, можно выключить парктроники, да? Здесь можно парктроники выключить отдельно спереди, отдельно сзади. Это, например, когда у вас прицеп, чтобы он не кричал. Чтобы машина не паниковала, вы можете отключить парктроники только сзади. Плюс к тому, смотрите про прицеп, какая еще интересная штука. Насколько я понимаю, да, я вот так вот, из той информации, которая у меня есть, здесь есть контроль слепых зон, и этой штукой вы ставите, какой длины у вас прицеп. И, соответственно, у вас слепые зоны, в зависимости от того, как там прицеп расположен, они тоже меняются. И если выставляете адекватную длину... Плюс, например, насколько я говорил с дилером, есть и ассистент для паркования с прицепом. Да. Что, когда вы сдаете назад, и у вас, например, не 20 лет, как говорится, за рулем с прицепом, то бывает, люди, ну, трудно парковаться. Я сам парковался с прицепом сзади, или куда-нибудь заезжал, но трудно. Да. А с такой реальной системой просто легко. Да. Ну вот, смотрите, как здесь прикольно сделано. Вот я, вот такой я вообще в первый раз вижу. Смотрите, всем угодили, да? И обычный USB, и USB-C попарно. И такой же комплект сзади есть. Да, и такой же комплект сзади. Это, конечно, бешено. Здесь, между прочим, не просто там передних сидений, там подогрева, там всякие есть вентиляция, но даже задних сидений есть вентиляция, представляешь? Действительно, как в дорогущей... Люкс. Люкс, люкс. Да. Посмотрите, как решен модуль вообще переключения скоростей. Мы понимаем... Да, надо вам понять, что для американцев это совершенно нетипичная штука. Она не только для нас новая. У американцев всегда под рулем была такая кочерга, как бы, да? Необычная для нас. Похожая на мерседесовскую. Но здесь, смотрите, как сделано. Здесь вот такая крутилка, причем в Land Rover'ах она, ну, обычно где-то на горизонтальной поверхности, да? Здесь на вертикальной поверхности, да? Но при этом понятно, да? Паркинг назад, нейтраль и драйв. И здесь также есть управление, мы видим, полным приводом, да? Автоматически вот у нас здесь привод только, собственно, на задние колеса, да? Нейтраль. Также, конечно, стоит отметить, что, ну, вот я вот так вот сижу, я не очень себе представляю этот сценарий, но с другой стороны, ну, вот у вас есть крутилочка громкости, а есть крутилочка коробочки. Они как бы одинаковые формы и рядом находятся, очень трудно спутать. Во-первых, очень трудно спутать. Во-вторых, вы скажете, что надо же нажать педаль тормоза, и тогда только у вас переключится скорость. Но без тормоза вы можете, например, на хайвэй переключить случайно в нейтраль. Ну, ну, не знаю, наверное, это больше из уровня, а если бы, да? Вряд ли вы в реальной жизни это встретите. Вот, смотрите, тут тоже, да? Настоящая розетка тоже на 220 вольт. Тут еще есть просто выход. На 12 вольт. На 12 вольт есть, да? Кстати, у нас музыка Харман Кардун стоит на нашей конкретной машине. Это тоже опция. Ну, вот так вот, ребята, это все выглядит. Тачка огромная, очень много здесь всяких ящичков. Понятно, что, в общем-то, в коммерческих машинах действительно очень нужно, чтобы у вас много было ящичков, куда что-то положить. Здесь просто, мне кажется, максимум, да? И в дверях тут, и сверху, и снизу, и справа у меня здесь тут какой-то ящичек, да? И тут это все конструкции, да? И снизу как таз такой. И здесь это все выезжает. И тут открывается. И тут еще открывается. Да, кстати, подстаканники. Вон еще один USB-порт. Да, еще один обычный USB-порт, Тоже можно за что положить. Короче, ну, вообще, просто максимум, да? Да, еще маленькая добавка, из-за того, что машина большая и тяжелая, для нее нужно виньета. Это если вы в Европе. Это специальное разрешение ездить по дорогам. это как налог для грузовиков, да. Зависит от веса. Интересная информация. Смотри, Марис, есть еще кнопочки сверху. Всякие разные, да? Ну, из интересного, что здесь есть? Вот можно открыть заднюю эту дверь, люк. Заднее окошко. Заднее окошко можно открыть. Ну-ка, давай откроем. А? Нормально, да? Не руками, а вот так вот с кнопочки. Люксусно. Да, ну, это понятно, да, это окошко нужно в основном для того, что если какой-то длинномер везете, можно салон его просунуть. Вот такая общая эстетика. Я думаю, что мы достаточно с Марисом поговорили. Ну, да, может быть, что я не упомянул в достаточной мере, что, видите, здесь экран настолько здоровенный, что, ну, в навигации, понятно, мы можем его удобно использовать целиком, да, но, как правило, он весь нам не нужен, да, и здесь такая система, что, видите, здесь верхняя и нижняя часть есть, да, и на них может быть разная информация, да, видите, здесь может быть у нас, я не знаю, тут блок управления, да, не знаю, сидениями, да, а здесь у нас мы радиостанцию крутим, да, или, например, снизу навигация, да, 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 соответственно, это очень удобно, да, ну, навигация просто тут шикарная, гигантская, система та же, которая используется в джипах, это, в принципе, самая моя любимая система, которую я видел, плюс, насколько я помню, ее можно настраивать, то есть все эти кнопки вы можете сами понатыкать, настроить их, у нас есть всякие, да, мы не будем тут, я думаю, вот видите, вы, например, можете взять любую иконку, которую вы видите, перетащить ее снизу на быстрые пути, то есть вы можете под себя подстроить всю систему, да, ну, видно, что тут достаточно всяких фишек, чтобы зависнуть достаточно долго, у нас столько времени нету, ну, короче, нормально, что мне нравится, что экран не просто большой, разрешение хорошее, графика хорошая, и я очень люблю, когда дизайн тоже приятный, здесь дизайн приятный, более того, здесь есть разные темы, можно переключать их, ну, короче, вся вот эта история, как вы любите. Ну, что, Морис, я думаю, что прокатимся. Давай. Кстати, что хочется сказать, я вот тут, значит, уже приготовился ехать, увидел на руле логотип барана, рама, и видите, он такой стал более современный, такой весь, типа, диджиталайз. Это вот новый логотип рама, и он и сзади такой же на багажнике, и вообще, они вот везде сейчас такой применяют логотип, тоже мы видим тут, вот так вот, ну, что, так особо настраивать, я думаю, не надо, я до всего дотягиваюсь, ну, что, поехали, у меня прям волнение, а, я даже, с чем сравнить, мне кажется, я вот, когда на это Альфа Ромео супердорогой ездил, вот у меня было схожее волнение, но там была супермощная, супербыстрая машина, а здесь эта штука просто монструозная. Ну, я думаю, она тоже мощная, может и не быстрая, но мощная это тоже. Ну, V8, да, около 400 лошадиных сил, там 300 было, что-то 80, какая-то такая. Постараемся не сбить никакие столбы. Да, камеры 360, то есть, мы выйдем все вокруг. Да, очень мягкая, вот мы съезжаем сейчас с бордюра, прямо она такая плывет, да? Ну, что, покатились? На этой машине, вы знаете, надо, я прям ощущаю ответственность за окружающих, чтобы никого не покалечить. Вы такой реально top guy, вы просто огромный. Кстати, Марис, посмотри, стоит Dodge Ram 1500 предыдущего поколения, тоже химий движок, тоже 5,7. Да, ну вот, этот выглядит очень модно, а этот, да, он действительно выглядит, выглядит как, но на самом деле надо сказать, что машина и правда стала длиннее, да, то есть наша тачка реально больше, вот, тоже красиво, мне цвет наш больше нравится, мне нравится вот такой вишневый, он прямо прикольный. Очень аккуратненько едем, ну, да, здесь, кстати, движочек прямо нормальный, тянет очень хорошо. И звук отлично, но V8 настоящий, химия. Притом, очень даже слышно, что, то есть не слышно, хорошая звукоизоляция, да, при том, что действительно двигатель очень здоровый, да, он очень громкий, да, и что обычно в таких машинах делаете, поставляют, чтобы вы могли слышать двигатель, как он, типа, отлично вам басы дает, да, тут он действительно приглушен, не мешает все так аккуратно. Да, очень классно. И, что, что круто, поскольку двигатель очень мощный, с очень хорошим крутящим моментом, машина ощущается легко, да, она легкая. Я еду, ей не тяжело как бы тянуть, да, она вот прямо приятная. Очень комфортно, да. реально очень комфортная и можно сразу, даже вот 5 метров мы тут с Марисом проехали, абсолютно понятно, что на этой машине реально можно далеко-далеко ехать, так вот, на расслабоне. мне кажется, что я как будто что-то разрушаю просто, у меня такое ощущение. пикап, да, пикап, да, такой, он реально легко разгоняется и действительно, что прикольно, у него есть вот эти все кикдауны и прочее, мы, слушайте, мокро, и мы только на заднем приводе едем, мне немного страшновато ее разложить здесь, вот, но, короче, может и действительно разгон приятный, звук очень приятный, а, Марис? Да, он не такой тракторный, он очень такой даже спортивненький, Прям, ну, вот хеми движок, эти же 5,7, они же ставятся на вот все вот эти спортивные тачки как раз, это он же и есть, этот движок очень классный, мощный, приятный и здорово то, что этот звук двигателя, он где-то там далеко, да, ты слышишь, что он кайфовый, но он тебя не раздражает, да, он не давит на тебя. Ну да, машина вроде как рабочая, но реальный люксус. Да. Слушай, Марис, я абсолютно уверен, что если бы у меня были бы деньги, я бы эту тачку себе купил, вот так вот прокатившись. И понятно почему. Да, вообще, ух. Единственное, что она не влезла бы ко мне во двор, ни по ширине, ни по высоте, мне кажется. Ну, тогда был бы ты богатый, ты бы жил бы на своем ранче. Но я бы переехал на ранче. Я бы переехал на ранче. Да, ну, действительно у нас, вот Марис упомянул, был бы я богатый, действительно у нас эта машина воспринимается как, ну, исключительно дорогая, и к нам действительно такие дорогие версии, ну, и везут, да, но в целом, ну, надо понять, что для американцев это, ну, не дорогая тачка, да, то есть они, ну, то есть, среднего, средней комплектации машины может стоить, там, ну, 40, допустим, тысяч. Что абсолютно нормально для машины. Да, да, ну, понятно, что большой соблаз сюда напихать еще на 40, да, но в целом, как бы, да, вот такие дела. У нас машины, как мы уже говорили, стоят, ну, в районе 70, я бы сказал, да, если так вот брать, там несколько у нас. Ну, в принципе, если, например, смотреть машину, как действительно рассматривать ее для рабочей машины, да, то надо брать с маленькой кабиной с большой, типа, не прицепом, а с большим, кузовом, да, брать с большим кузовом, то, что хорошо, что он действительно может тягать большие прицепы, то есть, не просто маленькие, но действительно, честно, до 4 тонн, то есть, еще плюс в тонну, или если большой кузов, то можете даже больше вести в самой машине, если ее сзади, в рабочем варианте поставить на рессор, это значит, еще можете грузопоемость увеличить, то есть, у вас действительно такой маленький тягач получается, который для работы самое оно. Слушай, Марис, проехав на этой машине, я начинаю понимать, почему в Америке не продаются то Ореги, лендроверы, ну, лендроверы продаются, они все-таки люксовые, но вот такие наши машины, которые мы считаем, что крупные, да, потому что, ну, рядом с этой машиной, нифига они не крупные, да, посмотри, ты по сути, за те же самые деньги, там, да, 70 тысяч, ну, что это, ну, X5-ая Беха столько стоит, да, X6-ую, наверное, даже и не купишь, да, притом, места тут точно больше, чем в X5. Да, но если говорить с точки зрения, сколько вы машины за эти деньги получаете, да, ну, вообще, ну, не сравнить, ну, просто, ну, нереально, да, но, с другой стороны, я думаю, что европейским производителям пока сильно опасаться не стоит, потому что здесь двигатели все в основном бензиновые, ну, в Америке бензин дешевый. Даже не столько, чем двигатели, я бы думаю, это две разные категории, как вы вообще воспринимаете машину. посмотри, она боится просто нас. Да, ну, ну. В смысле том, что все-таки, если вы купите X5, да, или Mercedes какой-нибудь, или чего-то, они все-таки, скажем так, изысканнее в салоне, да, то есть у вас будет как-то больше такой чопорности, да, тут все немножко иначе, тут действительно все люксово, да, но вот американцы, они делают удобно, красиво, с хорошими материалами, но все-таки чувствуется эта вот инакость, не европейская. Да, есть, мне прям нравится. Я же не сказал, что это плохо, просто это отличается, да, есть те, кто любит американское удобство, да, а есть кто любит европейское удобство. Так вот, Марис, ты меня прервал, я что хотел сказать, беспокоиться производителям нашим особенно не стоит, потому что здесь бензин в основном двигателе, но есть дизель, по-моему, объемом 6,7 литров. 6,7 литров. Мама. Но это большие дизели для грузовиков. Фух, господи. Ну да, для грузовиков. Вот. Если говорить, в принципе, про, ну вот, про опыт эксплуатации, то, что я лично видел, да, в Америке, действительно, именно в гражданской, с гражданским назначением в основном используются именно вот такие машины, 1500, 2500, это уже, ну, все-таки, это какие-то службы, да, коммунальные, там, что-то такое, и 3500, это откровенно грузовая машина, даже, мне кажется, у нее сзади спаренные колеса уже такие двойные. То есть, она прям совсем уже тяжелая, ну, и, в хозяйстве, даже на ферме, вам такая машина вряд ли пригодится. Не нужна, да. Ну, вот так вот. И, действительно, культ этих машин в Штатах просто масштабен, и, и, вот, ну, сложно в это поверить, но есть Штаты, где таких машин реально, ну, такого класса машин, вот именно траков, да, Toyota Tundra, кстати, большинство. Да, Toyota Tundra конкурент, но, надо сказать, что, вот так вот я в Америке, когда ты смотришь, например, на парковки, да, эти машины, ты понимаешь, что вроде бы, ну, как бы конкурент, но не особо. Да, то есть, эта машина, конечно, гораздо более монументальная. Ну, плюс еще надо посчитать, что в Америке нету налога, который получается в Европе на эту машину. Да. И поэтому, вот тут у нас и Tundra, и вот эта машина будет примерно одинаково стоить, да, потому что они оба импорт, а в Америке это все-таки domestic, то есть, местные, поэтому у них и цены по-другому. Ну, в общем, надо понимать, что для нас это такая экзотическая роскошь, да, действительно, строительная. ну, кто такую машину у нас может купить? Действительно, если вы, ну, вот землевый какой-то владелец, да, у вас есть большой какой-то участок земли, вы ведете какое-то хозяйство, ну, успешное, да, то, ну, вот, да, действительно, такую машину вы можете купить. Я видел такие машины у нас в Латвии в частных руках, но не скажу, чтобы много. Вот две модели старшие у знакомых строителей есть такая машина. Серьезно? Да. Правда, они хотят ее сейчас продать и купить что-нибудь новое. Ну, новые или такие, какие-то поддержанные уже? В смысле, ну, такие машины? Ну, это была, по-моему, все равно импорт с Америки. Окей. Да, ну, я бы сказал, что для строителей, ну, если не в крупном городе, да, где-то вот так вот по окраинам, идеальная точка. Ну, да, но она действительно была такая вот, типа, чисто грубая, да, минимум всяких вот этих штучек, да, и на вопрос, почему он такой взял, он сказал, что действительно у них вот такая честная грузоподъемность, то есть, например, в других моделях говорят, что вон, вы там можете возить там тонну, да, но вам надо улучшать ресоры, там ставить добавочный топ-лист специальный, да, или что-то такое, то тут вроде он по-честному держит то, что есть, да. Да, да, да. Ну, вот, если говорить из таких вот известных людей, ну, скажем, в интернете, да, у кого подобная машина есть, и у Миши Ходоса, например, такая машина, да, канал у них есть тоже, Ходос Авто, он, например, на этой машине возит моторы, например, они возят там своповые, там, и прочее, прочее, да, всякую технику, и, ну, конечно, для него такая машина, ну, прямо спасение, да, в своей жизни, даже несмотря на то, что мне и такая грузоподъемность не нужна, казалось бы, да, и некуда поставить, да, конечно, вы прокатившись на этой машине, хотите ее купить, потому что преимуществ много, это такой вот реально круизер, да, то есть вы можете далеко, неважно по какой дороге, очень комфортно, со всей семьей, и еще 10 палаток сзади закинуть, еще сзади, да, значит, положить квадроцикл, как бы, да, ехать. Вот такие ребята, вот такая машина, если вам в целом интересны вот такие пикапы, интересные рамы, пишите нам, мы постараемся ответить на все ваши вопросы, если сами не знаем, мы вот спросим у представителей, и, ну, теоретически, если вы что-то еще попросите, такое экзотическое, мы можем попробовать вам найти. Ребят, с вами была IT-кухня, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш Facebook, подписывайтесь на наш ВКонтакте, всем счастливо. Счастливо. Счастливо.